в технико-экономическом вебинаре. Сейчас у нас начинается вводная часть, то есть это азбука Skyway. Это то, что необходимо знать всем тем людям, кто только присоединяется в наш проект, кто только начинает изучать технологию Skyway, кто только начинает этот путь, который многие дорогие друзья уже проходят 2-3 года. Кто-то, например, как Сергей Анатолий 16 лет уже этот путь проходит, Виктор Бабурин более 8 лет и соответственно Анатолий Эдуардович Уницкий уже фактически в следующем году. Это 40 лет, 40 лет развития технологии Skyway и сегодня мы вам расскажем, почему именно в такой большой промежуток времени развивается технология и для того, чтобы понимать каким образом строить вебинар давайте, пожалуйста, проголосуем то есть, естественно азбука Skyway ориентирована на тех людей кто присутствует в первый раз и давайте, пожалуйста, проголосуем кто присутствует в первый раз поставьте либо плюсики либо поставьте циферку 1 и проголосуйте для понимания, что вы действительно присутствуете в первый раз мы по-прежнему, несмотря на все наши этапы, несмотря на все эти достижения, которые мы видим фактически каждую неделю фактически несколько раз в неделю появляются различные новости продолжаем вести Сергею Анатольевичем вебинары вебинары для новичков и это именно азбука Skyway это первые буквы, первые познания в проекте Skyway и невзирая на то, где мы находимся что мы делаем какие проекты ведем какие конференции проводим каждую среду мы стараемся в любой точке земного шара включаться и проводить эти вебинары потому что это в первую очередь и тренировка для нас самих и я могу сказать, что эта тренировка очень хорошая вы в ближайшем будущем увидите для чего в том числе мы иногда проводили и по 6 и по 8 вебинаров ну я вот у меня рекорд был 8 вебинаров я проводил и я могу сказать дорогие друзья ничто не делает нас более ориентирующимся в информации если мы не проговариваем эту информацию не просто допустим пони для себя а не проговариваем эту информацию с максимальным количеством людей на максимальном количестве презентации на максимальном количестве конференций И это именно и добавляет навык, опыт введения презентации, введения конференций, выстраивания любого рода переговоров. И, собственно, если раньше казалось, что проект SkyWay, технология SkyWay нужна в 60-70%, может быть даже 50% населения земного шара, то сейчас я могу четко сказать, дорогие друзья, что 99% населения земного шара нуждается в технологии SkyWay. Но на самом деле стоит понимать, дорогие друзья, что сегодня уже сложились некоторые рынки, которые показывают максимальную капитализацию, максимальные примеры бурного и быстрого роста, Это максимальные примеры быстрого выхода на IPO, допустим, Amazon.com и долгого выхода на IPO. Это компания Apple. Amazon через 4 года вышли, а Apple, соответственно, через 25 лет. И несмотря на это, общая капитализация более крупная у компании Apple. То есть это фактически более 950 миллиардов долларов. А что такое компания Apple? Это та компания, которая прочно закрепила свои позиции в пятом технологическом укладе в сфере IT, интернет, телекоммуникации и сфере производства смарт-гаджетов, то есть смартфон. И когда-то компания Apple присоединила к мультимедиа-центру под названием iPod возможность пользования интернетом, возможность совершения звонков и создала действительно первый умный телефон, первый смартфон. Так вот, вся эта сфера, дорогие друзья, появилась, если уходить еще более вглубь, за счет свойства кремния, пьезоэффекта, возможность моделирования электромагнитной волны кремнием и при прохождении через него электрического тока. И, соответственно, появился закон Мура, то есть это удвоение каждые два года количества транзисторов на интегральной микросхеме. И что этот закон Мура, допустим, наглядно нам показывает, то, что раньше компьютеры были со шкаф, а сейчас компьютеры, ну, вот это вот тоже компьютер. Причем я могу сказать, что это компьютер в десятки раз более мощный, чем мой персональный компьютер, допустим, 7 лет назад. И я удивился одно время, когда я приобрел телефон, это был такой вот самый лучший телефон, на тот момент мне хотелось его приобрести, и частота была 1 ГГц. И всего лишь один год назад частота моего персонального компьютера также была 1 ГГц. Я был поражен, я этот факт запомнил, и сейчас меня нисколько не удивляет, что и скорость интернета увеличивается, и скорость обмена данных увеличивается, и рынок интернет вещей становится еще более массовым, еще более популярным среди людей. То есть мы начинаем общаться через Wi-Fi, через наши смартфоны, даже с микроволновками, даже с посудомоечными машинами, даже со стиральными машинами, когда мы, допустим, где-то заняты, ездим по работе, либо путешествуем. И нам нужно, соответственно, включить робота-пылесоса, чтобы он пропылесосил и избавил нас от огромного количества пыли, когда мы приедем с командировки. Да, действительно, сейчас такое возможно. И что такое интернет? По сути, это мобильность информационного поля в одном персональном переносном устройстве. То есть в данном случае это смартфон, в данном случае это планшеты, в данном случае это также и различные GPS-навигаторы, которые также у нас в телефонах имеются. И, соответственно, это возможность открыть наше устройство в любой точке земного шара, зайти в него и получить неограниченный доступ ко всему объему информации, который есть в интернете. Это фактически это огромный объем информации. И если вот знатоки, что где, когда, они ходячие энциклопедии. Сейчас у нас ходячая энциклопедия есть под рукой. И это называется сервис Википедия. И, соответственно, мы можем передавать данные в неограниченном количестве абсолютно любым людям с абсолютно различных стран. И, соответственно, это то, чего не могло появиться раньше, чем появился пьезоэффект, свойства кремния, первые микропроцессорные микросхемы и так далее. То есть за сетью интернет, если говорить еще более дальше, то вообще за сетью распределенных блоков и так далее должна появиться, я говорю в этом случае про блокчейн, должна появиться некоторая сеть, которая будет надстройкой, которая будет следующим поколением и дополнением к тем факторам, которые сеть интернет не охватывает. Что она охватывает? Это действительно единая информационная, социальная, коммуникационная и финансовая сеть. То есть все эти направления можно охватывать через сеть интернет. Деньги мы можем переводить мгновенно? Можем. Информацию переводить в любых объемах любому человеку можем через файлообменники, через наши гугл диски, яндекс диски, дропбоксы. Да, можем. Пользоваться социальными сетями и общаться с любым человеком из земного шара можем? Да, можем. А можем ли мы с помощью этого виртуального информационного пространства перемещаться в физическом воплощении, то есть мы сами, как пассажиры из точки А в точку Б? Естественно, нет. А задействована ли транспортная энергетическая составляющая? Также нет. И будущая сеть мы позиционируем как сеть Транснет, основанная на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это будет основа тех дополнений, которые еще больше улучшат качество жизни традиционно живущего сегодня на планете Земля любого абсолютно человека. И действительно мы сможем сказать, что вот это недостающее звено, вот этот несобранный пазл будет максимально собран. И, соответственно, мы сможем не только передавать информацию в больших объемах, но и перемещаться с высокими скоростями быстро, эффективно, дешево, безопасно. И фактически это будет концепция мгновенного перемещения. То есть мы даже не будем замечать, каким образом происходит перемещение. Я могу привести пример, если кто-то не поверит, насколько часто вы вот по этой коробочке сейчас совершаете звонки. Я не говорю про кнопочные телефоны, я говорю именно про смартфоны. То есть это рынок десятков миллионов и скоро будет к миллиарду приближаться количество используемых смартфонов. И, соответственно, даже индийский мальчик из бедной семьи, он на шее носит смартфон. Да, у него нет доступа до интернета, но у него есть доступ до информационного поля хотя бы посредством обмена СМС. То есть через СМС-сервисы в Индии люди заводят свои аккаунты в социальных сетях, через СМС-сервисы они получают новости. И все зависит от той инфраструктуры сложившейся информационной, которая имеется в той или иной стране. Так вот, куда придет Skyway, дорогие друзья, куда будет протянута струна, там фактически будет происходить освоение территории. Все те направления, которые включает в себя интернет, также будут дополнены Transnet. Это будет уже единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная, финансовая, социальная сеть. И, соответственно, если что-то еще даже появится, то это будут уже такие эксклюзивные дополнения, которые потребует рынок. Но все, дорогие друзья, по развитию технологии Skyway, по развитию проекта Skyway началось не в 2013 году, когда началась схема народного финансирования краудинвестинга. Все началось в 70-х годах, с первых концептов, первых чертежей, первых поколений технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, струнного транспорта. И первый транспорт далеко не легкий, не прогулочный, далеко не городской пассажирский стал развивать Анатолий Эдуардович. Он привел концепцию, каким образом можно начать пользоваться, помимо закона сохранения энергии, помимо закона сохранения импульсов, то есть сила действия равная силе противодействия, закон сохранения энергии, закон Бернули, пользоваться еще одним законом сохранения, закон сохранения масс. То есть это фактически как барон Минхаузен вытащил себя из болота, не только себя, еще и своего коня вытащил за счет приложения силы и за счет возникающейся центробежной силы он, соответственно, выбрался из болота. И это вот, если простыми словами говорить, на этом принципе основано гениальное инженерное изобретение, Анатолия Эдуардовича Юницкого, общепланетное транспортное средство, Global Transport Vehicle, соответственно, с перевода на английский язык. И я могу сказать, что еще в 80-х годах можно было решить проблему изменения климата, решить проблему загрязнения окружающей среды и вынести промышленность в открытый космос. Мы не будем рассматривать сейчас механизм, будут отдельные вебинары. Более того, скоро, в ближайшем времени будут отдельные конференции именно для предоставления этой футуристичной идеи. И это действительно такая далекая практикующая футурология, где мы будем рассматривать и описывать концепцию общепланетного транспортного средства. И никто другой, как Анатолий Эдуардович Юницкий в 88-м году на международной конференции по неракетной индустриализации космоса представил это действительно серьезный глобальный инженерный концепт, который может рассматриваться только в рамках и масштабах всей планеты. Это концепция общепланетного транспортного средства, которая в виде эстакады будет простираться по всей длине экватора, то есть 40 тысяч километров. И за счет создания магнитного поля, накопления магнитного поля, за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя, за счет создания центробежной силы будет подниматься и расширяться. То есть подниматься будет на высоту ближнего космоса 300 километров. И я, дорогие друзья, неспроста говорю на каждом вебинаре про общепланетное транспортное средство, потому что так же, как все предприниматели, все бизнесмены помнят свои истоки до того, как они начали летать высоко, они помнят, с чего они начинали, и мы помним, дорогие друзья, с чего мы начинали. Ну а, соответственно, встретив ряд действительно сопротивления, неприязни и прямой ненависти даже к общепланетному транспортному средству, когда Анатолий Эдуардович действительно логично и правильно сравнивал ракету, советскую ракету с лошадиной повозкой, потому что примерно такой же объем груза перевозит обычная ракета в год, как обычная лошадиная повозка. Это просто статистика, это просто расчеты. И не пришло время в тот момент общепланетного транспортного средства, поэтому за счет оптимизации, за счет использования существующих законов физики и так далее, был осознан струнный транспорт, и это уже оптимизация большого инженерного решения общепланетного транспортного средства. В более простое к исполнению, более дешевое, более компактное, более энергоэффективное транспортное решение, как струнный транспорт. И такими переломными этапами можно считать 2000 год и 2013 год. Почему 2000 в 2001 году, если быть точным, мы считаем начало зарождения эпохи Транснет, потому что обратил внимание на проект Лебедь Александр Иванович. Это бывший губернатор Красноярского края, который случайно встретился в самолете с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем. Сергей Анатольевич на тот момент также являлся чиновником очень серьезным. И он донес, каким образом увеличить экономический потенциал Российской Федерации в 3-4 раза менее чем за 5 лет. Естественно, Лебедь Александр Иванович был поражен, внимательно все выслушал, понял, что это действительно имеет место и право на воплощение, на реализацию. И буквально через несколько недель был выделен первый транш. Началось строительство технопарка в городе Озеры. Таким вот самым масштабным достижением было то, что произошла демонстрация. Демонстрация, в первую очередь, самой путевой структуры. И данная, казалось бы, легкая, ажурная, преднапряженная конструкция должна была рухнуть под тяжестью многотонного ЗИЛа. Но в доказательство этому даже Анатолий Эдуардович встал под путевую структуру, под проходящим ЗИЛом. И, соответственно, это говорило о том, что Анатолий Эдуардович действительно уверен в своем изобретении. Все облодировали стоя, дорогие друзья. Более того, была донесена презентация Дмитрию Анатольевичу Медведеву, одним из губернаторов Российской Федерации на тот момент, господином Морозовым. Но тогда еще время не пришло массового развития нашего проекта, потому что вы видите ЗИЛ. Это не подвижной состав, не аэродинамичный электромобиль на стальных колесах. И, соответственно, более того, время также сопротивлялось развитию повсеместному технологии SkyWay, что мы видим сейчас. И неизвестными лицами по неустановленным причинам этот технопарк был разрушен. Поэтому называем его полигон в городе Озеры. То есть, фактически, это технопарк, который претерпел такие военные, боевые действия. В соответствии акт вандализма, акт вандализма общепланетного значения, потому что затормозили историю внедрения сети Transnet, историю развития струнного транспорта на несколько лет. Ну и, естественно, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И, дорогие друзья, я могу сказать, что тогда, если бы все началось по схеме именно государственного финансирования, крупных частных инвестиций, то могла быть совершенно другая история. И неизвестно вообще, каким образом обернулась бы история, в первую очередь, для самого Анатолия Эдуардовича. Потому что эти люди, я не говорю про государство, я говорю про крупных частных инвесторов, которые являются единственными акционерами. Они обычно думают таким образом и размышляют, что зачем кузнец, если кузница и так кует, и получаются достаточно хорошие изделия, которые можно продавать на рынке. И, естественно, Анатолий Эдуардович это понимал. Анатолий Эдуардович думал, каким образом все-таки профинансировать технологию и вывести ее в стадию строительства, в стадию демонстрации, что мы сейчас видим. И в 2013 году началась эпоха краудинвестинга. То есть это первые инвестиции, которые пошли от таких ребят, как Александр Мосин. И интервью, кстати, с ним вы можете посмотреть. Я рекомендую посмотреть, потому что это действительно парень, который с самых первых шагов своего развития Skyway не отпускал эту мысль, несмотря на то, что он развивал свой бизнес и так далее. И он поехал в Чеченскую республику для того, чтобы Рамзану Кадырову представлять проект Skyway. Более того, я могу сказать, что он цели свои добился. Также и многие люди, если говорить про мою историю, я до 2013 года, с 2011 года различные интернет-проекты развивал, а также мечтал выстроить свой бизнес, с Агентством языковых переводов, именно через сеть. То есть так как я был связан с интернет-проектами, то всегда сетевое построение фирм, корпораций меня привлекало. Но, естественно, такого термина у меня в голове еще не было. То есть от человека к человеку методом рекомендаций можно было развивать тот или иной проект. И я пожелал, попросил, так скажем, Бога, чтобы подарил мне проект, который я смогу развивать через сетевое построение корпорации, желательно инновацию, желательно прорывную технологию. И каково было мое удивление, когда через полгода буквально появился этот проект. И более того, я честно признаюсь, дорогие друзья, в первый раз я этот проект не увидел, так как мозг мой был сильно загрязнен различной информацией, интернет-проектов. Я подумал, что это легенды, что это пирамида, что это развод, как говорится. И не обратил внимания. Обратил внимания, когда мой знакомый, хороший коллега, товарищ Сергей инвестировал несколько сотен тысяч рублей и сказал мне, что Алексей, я вот тут инвестировал в направления, которые, говорят, будут более серьезные, чем Apple и Google. Не хотел бы ты рассмотреть. Ну, естественно, я мнению Сергея доверял, и я рассмотрел. И тут я понял, что я встречал этот проект. Если мне говорит мой товарищ, коллега, который выборочно относится к проектам, то стоит рассмотреть. Это рассмотрение заняло неделю. После этого, я могу сказать, начались такие моменты, когда встаешь в 9, засыпаешь часов в 2-3 ночи и доносишь, доносишь эту информацию, потому что эмоция была настолько сильна. И на первых вебинарах тоже я говорил в основном эмоциями, то есть без каких-то технических знаний, без каких-либо навыков доведения аргументации и так далее. Ну, я имею в виду 2 года назад. И я действительно повелся на эмоцию и передавал этот заряд всем людям, которые выстроились на тот момент в моей первой линии. И безмерно этому счастлив, потому что это приносит свои плоды. Сейчас я могу сказать, что можно работать с глубиной, можно работать уже с первой линии по другим странам. И что значит первая линия? Это как, допустим, сеть представительств у компании. И у каждой корпорации есть сеть представительств. Вот это вот первая линия. То есть это приглашенные региональные представительства, которые развивают бизнес. Так вот, у нас эта схема распространяется еще дальше вниз. И мы не используем никакого рекламного бюджета, потому что Анатолий Эдуардович рассчитал всю финансовую составляющую, так же, как гениально он рассчитывает инженерные расчеты. И никакой перегрузки никогда не будет. Никаких сверх, не то что вливаний, я о вливаниях и не говорю, а именно сверх дисконты, какие-то воздушные проценты, этого также не будет. Все было рассчитано изначально, и был выделен даже промо-опцион. Промо-опцион заключается в том, дорогие друзья, что сегодня, просто зарегистрируешься в проекте, просто заинтересовавшись проектом, вы получаете 100 единиц. Это минимальный пакет обязательств. Это очень хорошее начало, я могу сказать, для тех людей, кто сомневается. Потому что 100 единиц-то у вас есть, и они станут в будущем при капитализации достаточно серьезными активами. Естественно, 100 единиц – это небольшой пакет, но кто знает, в будущем это будет 100 долларов, либо 1000 долларов, либо, может, 10 тысяч долларов. Покажет время, покажет рынок и покажет плотность нашего рынка. Но я могу одно сказать, дорогие друзья, сейчас более 500 тысяч людей по всему миру заинтересованы в развитии проекта Skyway, потому что, как минимум, они имеют вот эти 100 единиц. И при тех новостях, при том шквале новостей, я бы сказал, они не могут держать себя в руках, пессимистичных, сомневающихся, и, соответственно, начинают разбираться, начинают также становиться нашими активными сподвижниками и инвестировать. А что касается активных людей, кто инвестирует фактически каждый месяц в технологию Skyway, то я могу сказать, что это уже к сотне тысяч людей приближается. И, соответственно, система рассрочек я рекомендую вам пользоваться. Те, кто сегодня только присоединится к нам, зайдите в личный кабинет, спросите у того человека, кто вам рассказал о проекте, и, соответственно, спросите, а что же за система рассрочек? Это возможность зафиксировать конкретный дисконт, то есть венчурную премию за ваш риск. И тот этап, на котором мы сейчас находимся, в данном случае это седьмой этап, и мы продлевали буквально несколько дней назад. Завтра включительно, это уже крайний день существующего, текущего седьмого этапа. Мы переходим на восьмой этап. Понижение дисконта будет на 20%. То есть можно сказать, конечно, что повышение стоимости актива будет на 20% больше, но так говорить я бы не стал, потому что все-таки пока что это нереальные акции, это обязательства, которым в будущем станут реальными активами и акциями. Но одно я могу сказать, что финансирование сейчас развивается в гипергеометрической прогрессии. Мы с успехом реализуем намеченные, финансируем 4 направления, причем 4 направления. Четвертое родилось чуть более 7 месяцев назад. За 4 месяца с полного нуля до стадии реализации был сконструирован и собран легкий прогулочно-спортивно-экскурсионный модуль. И это, дорогие друзья, станет в будущем основой, так же, как сегодня мы пользуемся смартфонами. Я на расширенном технико-экономическом вебинаре расскажу немножко о концепции переноса. Вообще все будет, на наш взгляд, переходить постепенно. Из того, что мы сейчас пользуемся в виртуальном пространстве, будет переноситься в реальность. Потому что все циклично. И по моде можно судить даже, что в 80-е годы родились. В 80-е годы и в Skyway вернутся. То есть это будет ОТС, ОТС, общепланетное транспортное средство. И, соответственно, вместо смартфонов, вместо универсального мобильного устройства, мы будем пользоваться универсальным целым мобильным пространством, которое сможет не просто позволить нам совершить звонки, посерфить в интернете, но и перемещаться из точку А в точку Б, не замечая вообще, что мы перемещаемся. То есть концепция перемещения несколько отойдет на второй план. И, соответственно, мы уже будем жить полной реальной жизнью, находясь в том или ином подвижном составе, как легкий прогулочный юнибайк, так и юнибус. И почему все эти люди выбрали вообще проект Skyway? Почему первые ребята, вот Александр Мосин, ну и я тоже в числе первых, Сергей Семенов, это тот человек, кто вообще начал краудинвестинговую систему и огромная ему благодарность. И те люди, которые начали бежать в марафон, может быть, чуть-чуть выдохлись, прекратили, переключились на что-то, на свои бизнесы, на другие проекты и так далее, и тому подобное, все равно мы, друзья, вот если кто-то начал развивать проект Skyway, то я могу сказать, он уже Skywayщик. Рано или поздно он все равно снова вернется в проект, потому что те события, которые нас сейчас фактически каждый день окружают, они просто побуждают это сделать, они просто побуждают зайти на наши информационные ресурсы, посмотреть, что происходит, и, соответственно, становиться уже активным продвиженцем, как это было в самом начале. И сейчас мы находимся на стадии, дорогие друзья, перехода уже от демонстрации даже элементарно, просто в неподвижном состоянии, то, что у нас произошло в Берлине с 20 по 24 сентября, это демонстрация наших подвижных составов, уже их демонстрации в движении. Демонстрация в движении произойдет уже в конце ноября, об этом мы расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Я сейчас сильно подробно не буду останавливаться на технических характеристиках, мы сейчас будем еще больше отстраивать систему вебинаров, и Владислав Волков подлично дает техническую информацию для тех, кто пожелает узнать больше технических деталей, сможет прийти на вебинар Владислава и получить вопросы, потому что у нас все-таки время ограничено вводного технико-экономического вебинара. Вкратце я хотел бы остановиться на букве А, азбуке Skyway, это аэродинамика. Здесь представлен Bugatti Veyron, и он представлен неспроста. 0,44 это коэффициент аэродинамического сопротивления, против нашего 0,4 и еще более эффективный, высокоскоростного подвижного состава. И это в десятки раз превосходит вот этот современный автомобиль. Есть, да, конечно, более современные автомобили, спортивные, так же вот как Mercedes GLC Coupe, недавно вышел 0,22, коэффициент аэродинамического сопротивления. Различные концепты электромобилей спорткаров, то есть это 0,21 даже до 0,20 пытаются сделать, но никто никогда не достигнет такой аэродинамики, которая будет на втором уровне, потому что аэродинамика уже в два раза увеличивается, когда сам подвижной состав переносится на второй уровень. Ну и само перемещение стального рельса по стальному колесу, оно говорит само за себя, то есть это максимальная эффективность и максимальный коэффициент полезного действия в 99%, что провоцирует серьезные экономии топлива, то есть наш юнибайк будет проскодивать примерно 0,75 литров на 100 километров, либо, соответственно, полтора киловатта, и вот чтобы запитать полтора киловатта для перемещения со скоростью 60 километров в час, вы можете просто элементарно покрутить педали, а более того, если будут пользоваться и крутить педали одновременно люди в количестве одного миллиарда, кто пользуется своим универсальным персональным пространством, которое мы представляем в виде юнибайка, то сможет это... можно это сопоставить с производительностью всей атомной энергетики мировой, то есть 45-ю атомными электростанциями типа Чернобыльской АЭС. Естественно, почему сейчас заинтересованы и Япония, и Индия, и, собственно, другие страны, которые имеют уже свои высокоскоростные подвижные составы, потому что, дорогие друзья, все-таки у нас более скоростное перемещение, и строительство, и значительная экономия как топлива при эксплуатации, либо энергии, так и материалов при строительстве. Но, дорогие друзья, о технике дела можно говорить много, и можно говорить, что у нас преднапряженная конструкция, соответственно, усилие будет очень серьезное выдерживать. Я не буду останавливаться сегодня на технических характеристиках предварительно напряженной конструкции. Стоит помнить, что внутри находится пучок струн, то есть это стальные канаты, они преднапряжены, растянуты, далее они закреплены. Идет омоноличивание спецбетоном, который на базе зао-струнной технологии и сделан был буквально чуть больше, чем 6 месяцев назад. И далее ставится инновационная головка рельса. Но все, что касается техники дела, я могу сказать, дорогие друзья, что тут никаких технологических рисков нет вообще, и это подтвердили и представители экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. Я хотел остановиться немножко на другом, дорогие друзья. Это по стадии, этапам строительства, которые мы видели буквально в недалеком прошлом. И я намеренно поставил вам старый, так скажем, ролик. Ну как старый? Это всего лишь несколько недель назад. А коллеги действительно отметили, что это уже история. И, дорогие друзья, да, вот 4 мая я хотел бы заметить по тому поводу, что началось строительство легкой прогулочной трассы. Но это не просто легкая прогулочная трасса и какие-то экскурсионные вагончики, как их называют, экскурсионные подвижные составы, на которых можно перемещаться с помощью велотяги. Мне, кстати, мой коллега с Германии показал, обязательно мы выложим видео, покажем, что в одном из аттракционных парков Ганновера перемещаются дети с помощью велотяги. Ну что-то подобие такие вот прародители нашего юнибайка. Потому что перемещаются они на втором уровне с помощью велотяги. Но, естественно, даже стоимость строительства подобной конструкции, она дороже, чем строительство наших трасс, легкой прогулочной трассы. Но это не просто легкие прогулочные трассы, это не просто легкий прогулочный транспорт. Это действительно юркие, мускулистые и выносливые подвижные составы. Потому что они могут обеспечивать вообще вот как бы пассажиропоток воздушного метро. То есть это до 300 тысяч человек в сутки и до 50 миллионов в год. Всего лишь одна легкая прогулочная трасса. И еще я хотел бы для вас отметить, дорогие друзья, помимо того, что 29 июня 2015 началось формирование, вообще вот как бы начало строительства, был заключен договор аренды на Марьиной горке по определенному участку, бывшему танковому полигону. И, соответственно, в июле 2016 года, вот запомним, май 2016, это начало строительства легкой прогулочной трассы, совмещенной с городской пассажирской. И в июле, соответственно, это уже за параллельное строительство грузовой трассы. Потому что мы также будем демонстрировать те технологии, которые смогут замещать потенциал всей транссибирской магистрали. То есть это тоже очень серьезные показатели. Примерно до 150 миллионов тонн в год сможет, опять же, одно направление грузовой трассы перемещать. Если говорить про анкерную опору, то это совмещение с транспортно-логистическим узлом и по потенциалу это как серьезный аэропорт. И мы на этом остановимся более подробно, на расширенном технико-экономическом вебинаре. Также построена уже фактически вторая анкерная опора, различные анкерные опоры легкой трассы, совмещенной с городской пассажирской. И, как я говорил, мы подошли, что 18 июля стартовал процесс строительства участка трассы, который продемонстрирует работу грузовой системы. Это, дорогие друзья, все благодаря только народному финансированию и только благодаря схеме краудинвестинга. Это также наше ноу-хау. И вот, кстати, 22 июля, то есть это тот репортаж, и уже люди считают, что это история. Хотя это было вот-вот недавно. На самом деле, мне кажется, что уже неизмеримо далеко демонстрация подвижного состава на выставке и на транс. То, что мы с фурором представили, то, что было оценено по достоинству вице-президентом Симмонса и многими корифеями транспортной индустрии всей мировой. То, что анкерные опоры легкой прогулочной трассы, совмещенной с городской пассажирской, уже смонтированы. И сейчас мы стремительно приближаемся к самому главному, дорогие друзья. Это уже демонстрация в движении, монтаж путевой структуры, причем монтаж путевой структуры и высокоскоростной, совмещенной с городской пассажирской, для демонстрации уже в конце 2017-2018 году, перемещения высокоскоростного подвижного состава и монтажа легкой прогулочной трассы, совмещенной с городской пассажирской трассой. Но еще парочку аргументов, то, что действительно, дорогие друзья, это не просто какая-то игрушка и не просто аттракциончик мы будем демонстрировать в виде легкой прогулочной трассы. И свой взгляд с высоты, действительно, Skyway полета, развития в этом проекте более 16 лет расскажет бывший чиновник, бывший политик и макропрогнозист, футуролог, практикующий футуролог, как, собственно, и я, ученик Сергея Анатольевича по практикующей футурологии, расскажет уже свой взгляд с высоты прожитых лет в проекте Skyway и что нас ожидает в ближайшем будущем. Друзья, спасибо, Алексей. Каждый раз, друзья, знаете, сначала, как видно, как слышно, звук хороший. Так, видно, слышно там? А, это, что-то у меня по ресурсу не видно. Так, по перископу хорошо видно, слышно. Да, тоже отлично. Чуть громче можно, да? Сейчас. По сути дела, вот этот вводный вебинар, вот мы его отстроили сейчас настолько, ну, уже как бы выверена, каждая часть, каждый аргумент, который мы сегодня подвели, то это настроено на то, чтобы первая часть, чтобы те, кто пришли, получили, соответственно, максимальную информацию, а те, кто доводит, потому что здесь, в общем-то, большинство людей, которые в проекте, чтобы каждый раз вы могли смотреть, как доводить, какую аргументы в основном использовать, какие использовать, там, и слайды, и фотографии, и картинки, и аргументы для того, чтобы представлять технологию. И, видите, у нас это идет, так, видоизменяясь уже практически полтора года, ну, год мы отрабатываем такую систему. И сейчас, можно сказать, что эта система доведена до очень такого, ну, скажем так, убедительного состояния, и я уже и сам присутствовал, когда Алексей, там, людям, которые абсолютно не знали ничего про SkyWay, и я, когда общаюсь с людьми, которые абсолютно ничего не знают, то, используя вот эту аргументацию, которую мы отработали, можно сказать, что она действует, ну, сегодня 100%. И, конечно, я с некой, там, я тоже это повторяю, не раз уже, с некой завистью смотрю, вот, как делает презентация Виктор Бабурин, Алексей сейчас, когда можно показать ретроспективу слайдов, что вот было год назад, вот полгода назад, вот два месяца назад, вот неделю назад, вот это, а потом показать уже анимацию экотехнопарка, показать, что вот это будет у вас, вот это вы увидите через месяц, вот это через два, вот это через полгода, вот это через год. Конечно, это, друзья, ну, скажем так, дорогого стоит и очень и очень, конечно, здорово. Вот, и это большая работа, проделанная большая работа. Ну, опять же, как Алексей сказал, это только первые шаги, первые очень важные шаги, то есть самые сложные шаги. Но это, знаете, как ребенок учится ходить, вот, потом он начинает быстро ходить, потом он начинает очень быстро бегать, вот, потом становится настолько шустрым, что, главное, отвернешься, значит, уже что-нибудь отвернули, а потом уже начинается взрослая большая жизнь. Вот, соответственно, друзья, мы сейчас семимильными шагами проходим вот этот этап. У нас краудинвестинг мы ведем уже вот с февраля 2014 года, а первые компании краудинвестинг появились вот ровно три года назад, это октябрь 2013 года. Вот, но как если говорить языком именно макропрогнозирования или технологических укладов, у нас, особенно в последние два года, шел эмбрионный период, то есть когда развитие технологий было внутри. Нам очень много задавали вопросов, то есть, поверьте, насколько могли, отвечали на эти вопросы. Но это каждый раз было, то есть, вот мы вышли в поле только год назад, вот, а до этого полтора года это была подготовительная работа, была очень сложная работа по сбору конструкторского бюро, по обучению. Вы не представляете, насколько Юницкий, как генеральный конструктор, потратил времени, сил, насколько пришлось менять там ни на один круг уже многих-многих конструкторов, которые приходят, которые просто не тянули, не могли выполнять те задачи, которые перед ним ставил генеральный конструктор. И постоянное вот это обучение, постоянное совершенствование, вот, и это очень сложная работа. На сегодняшний момент, когда уже сформировался костяк коллектива, когда основные конструкторы уже понимают, представляют и обучены этой системе, это вот как раз стал уже рабочий инструмент, рабочий механизм, который сформировался, и он уже стал выдавать рабочие чертежи, по ним уже стали изготавливаться образцы, и начался монтаж уже в поле. И скорость мы, я обязательно на этом остановлюсь во втором вебинаре, потому что очень хотелось бы, что те, кто сторонники нашей системы, те, кто следит за скайвением, чтобы вы понимали несколько аспектов, несколько важных вещей, которые произошли за последние 4 месяца в экотехнопарке. Потому что, к сожалению, одни не хотят этого видеть, им сколько не акцентируя внимание, они не замечают. Другие просто это уже принимают как должное, ну, как, например, что, ну, станция на 50 миллионов в год пересадки, ну и что? Мы же строим уникальную систему, что здесь такого, как бы, необычного? Вот, или о том, что за 20 минут монтируется основная анкерная опора, которая принимает напряжение, и это основа всей городской транспортной инфраструктуры. Ну и что, что она смонтировалась за 20 минут, а то, что это полный прототип станции метро, ну и что? Ну, то есть, как бы, говорим, что мы, вот, фактически станцию метро смонтировали за 20 минут. Ну, что в этом, в общем-то, друзья, такого необычного? Или вот такая легкая трасса может перевозить 300 тысяч пассажиров в сутки, и она почти на два порядка дешевле, чем сегодняшнее метро. Ну, в принципе, друзья, ну и что? Наверное, ничего. Вот, поэтому, что на эти вопросы так отвечать? Но из всего этого складывается программа, которая вот сейчас развивается. Из всего этого складывается как раз и прогнозы капитализации, закладываются венчурные премии, которые сегодня компания закладывает для того, чтобы именно поощрять и стимулировать людей, которые приходят, которые рискуют, которые входят на стадии именно стопроцентного венчура. Вот сейчас мы тоже не перестаем это говорить, несмотря на то, что технические риски сегодня подходят уже к демонстрации, и техническим рискам практически там через два месяца, через полгода не останется места. И, конечно, при этом, ребенок плакал, ну, хорошо слушайте, ну, я же сейчас из своего рабочего кабинета, поэтому тут бегает народ мимо, так сказать, это. Вот, поэтому на сегодняшний момент вот это понимание, оно очень важно. Вот эта венчурность, она тоже очень важна. Мы с вами делаем большое дело, рисковое дело. Вот, и как показала Литва, и как перед этим показали взаимоотношения с российскими чиновниками после поддержки президента Медведева, что это еще ни о чем не говорит, что это только стимулирует конкуренцию, стимулирует риски. И мы сейчас входим в новую стадию, с одной стороны, поддержки, демонстрации и большого количества уже сторонников, но при этом, друзья, активизируются и силы, которые не хотят развития, и прогресса, и технологии, и конкуренции, то есть, которые пользуются недобросовестной конкуренцией. Это тоже все, друзья, скажем так, вторая медаль этого проекта. Но, как уже вот Алексей сказал, что, друзья, нас более полумиллиона, мы сейчас где-то к Новому году подведем, наверное, полную статистику, сколько людей зарегистрировано. То есть, однозначно, можно сказать, что где-то уже более 120 тысяч, это уже активных инвесторов, те, которые хотя бы раз инвестируют, около 100 тысяч, это те, кто постоянно участвует, поддерживает проект. Это, друзья, уже, конечно, сила. Это уже, конечно, очень такой серьезный-серьезный задел на то, чтобы очень активно двигаться дальше. И у нас сначала, с конца ноября начнется новый этап, вот у нас постоянно что-то подходит новое, соответственно, мы будем в новом качестве развиваться и двигаться дальше. Это, конечно, друзья, отрадно, то есть, нагрузка по работе только увеличивается, но это такая приятная нагрузка. То есть, сегодня, если больше времени мы тратили еще полгода назад на конференции, на проведение, на популяризацию, то сейчас мы с Алексеем, еще ряд основных директоров, мы в основном уже переключаемся на работу с инвесторами. То есть, наша, скажем так, партнерская сеть начинает работать, находят людей, которые интересуются, которые готовы. Но для того, чтобы довести информацию квалифицированно, для того, чтобы аргументированно доказать и обосновать, конечно, друзья, здесь я могу сказать, что самый единственный и неповторимый аргумент, помните, как в одном известном фильме, самый главный аргумент, это Фокс, это самый главный свидетель. Так вот, друзья, здесь у нас эко-технопарк, демонстрация, это самый главный аргумент, самый главный свидетель. Но для того, чтобы люди это восприняли, надо информацию предварительно доводить, делать, привлекать. Вот дальше мы уже подключаемся, даем более такую информацию, которая стимулирует и подвигает человека к принятию решения. Ну и особенно это относится к крупным инвесторам, для того, чтобы принять решение, они, конечно, приезжают в Эко-технопарк, они приезжают в Марьину горку, они приезжают в конструкторское бюро, знакомятся лично с Юницким, знакомятся и дальше принимают решение. И эту логику мы сейчас дальше будем развивать, у нас вот 29-30 ноября будет первый такой, ну 28-29-30, я об этом еще более подробно, будет первая такая попытка или, скажем, первый опыт собрать крупных инвесторов, типа крупных инвесторов. И для меня очень важно, что я туда привезу ряд своих друзей, банкиров, очень крупных бизнесменов, которые посмеиваются, которые с юмором смотрят на то, чем я занимаюсь, но исходя из того, что меня знают они не один год, не один десяток лет, исходя из того, что они знали, что когда я занимал определенные должности, я этим занимался, потом, когда в бизнесе я этим занимался, сегодня я этим занимаюсь. И один говорит, что когда я вижу, что ты занимаешься этим 17 лет, ты либо фанатик и тот, кто безгранично верит в этот проект, либо просто идиот. Но так как я идиотом, люди, которые меня знают, идиотом меня назвать очень и очень тяжело, значит, все-таки, соответственно, я очень серьезно верю в этот проект. И я верю в него с самого начала, с первой встречи с инженером Юницким, и на всех стадиях, которые были за эти вот уже без малого 17 лет, я могу сказать, что это уже завершая первую часть, передавая свою эмоцию от тех кадров, которые вы сейчас увидите, которые позавчера показали, я их первый раз увидел, друзья, я не видел чертежи промежуточных опор, могу просто сказать, что Юницкий за 17 лет не переставал меня удивлять. И позавчера, когда я увидел репортаж, друзья, он меня опять удивил. Я не знаю, как для вас эти технические решения, которые мы сегодня видим, и это меня очень радует. Это значит то, что впереди еще будет очень и очень много аргументов, которые мы увидим, и Юницкий именно как инженер, который раскрывая свой инженерный потенциал своей инженерной школы, будет нас удивлять. А это, друзья, почему очень значимо, потому что любое это удивление, значит, это очень серьезные технические решения, а это, друзья, в конце концов, наша капитализация. Мы с вами сегодня входим в соучредители, входим в совладельцы интеллектуальной собственности, и, соответственно, от такого рода решений, от такого рода презентаций зависит наша капитализация. Поэтому, друзья, что-то мне подсказывает, что впереди у нас столько... Вот я уже где-то года 4 назад, когда была новая технология, ну, новое поколение, это уже четвертое поколение, Я считал, что уже, ну, наверное, Юницкий показал все, что можно, уже что-нибудь придумать и сделать нового уже будет невозможно. Сейчас я, друзья, могу так с умилением сказать, что это был детский сад, сейчас мы перешли уже в начальную школу, а впереди нас ждет еще, друзья, средняя школа, потом высшее учебное заведение, потом аспирантура, докторантура, а потом, наверное, еще и Академия наук. И я думаю, что мы очень быстро пройдем путь от начальной школы до Академика. И, соответственно, когда уже с точки зрения позиции Академиков мы будем показывать все решения, которые есть. И это, друзья, чтобы вы думали, не думали, что это бесконечно длинный срок, это реально 3-5 лет. Через 5 лет мы уже с вами будем в Академии. Это абсолютно точно. Ну что, друзья, давайте для кого эта информация достаточная, вы приняли решение, вам неинтересно, Skyway, значит, с вами я прощаюсь. Для тех, кто остается, смотрит, как всегда у нас небольшая сейчас кофе-пауза, перерыв, в который пройдет, как всегда, наиболее значимый репортаж. Соответственно, через некоторое время продолжим. Единственное, что фраза, которую я заканчиваю сейчас, и общение с новичками, и те, кто только входит в проект, это о том, что за 15-20 лет мир изменился до неузнаваемости, радикально. И мы сейчас должны привыкнуть к мысли, должны допустить мысль, хотя это очень непросто, потому что это кажется, что это невозможно, что за ближайшие 3-5-10-15 лет мир изменится более радикально. Друзья, не соизмеримо, не так же, а более радикально. И мы, друзья, знаем, как он изменится, мы вам будем это рассказывать, показывать. Это с точки зрения финансов, это очень важно знать, где и как в нужное время оказаться своими деньгами. С точки зрения футурологии надо знать, как и что будет развиваться, именно как развитие будущего. С точки зрения родителей и воспитания надо понимать, к чему и как готовить своих детей. Это, друзья, вообще подготовка к будущему, она очень важная вещь. Кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому, друзья, с этой точки зрения мы как раз и занимаемся практикующей футурологией. Мы описываем и готовим к будущему, которое у нас сегодня есть. Ну все, друзья, давайте на этом небольшой перерыв. Сейчас вы увидите просто сногсшибающие репортажи, которые я прокомментирую. А мы, друзья, через... Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами в экотехнопарке SkyWay. И расскажет о стадии готовности его к запуску руководитель организации строительства закрытого акционерного общества струнной технологии Сергей Викторович Зайко. Добрый день, Сергей Викторович! Добрый день! Подскажите, в такой погожий, прекрасный день, какие работы проводятся на вверенном вашему попечению объекте? На сегодняшний день выполняются работы по наружной отделке первой анкерной опоры высокоскоростной линии. То есть ведется утепление фасада, устанавливаются витражи. На сегодняшний день установлены каркасы витражей. Часть витражей уже остеклено. И в ближайшие недели-две будет выполнено полностью остекление всего здания и наружное утепление этого же здания. Значит, кроме того, значит, готовится уже на объект поставлен первый элемент высокоскоростной линии, металлические фермы, значит, которые будут устанавливаться на стапель, выверяться на стапеле и в последующем будут доставляться на место установки и на место монтажа. Это что касается высокоскоростной линии. Насколько я в курсе, в ближайшие дни ожидается еще доставка ВК-технопарк, нескольких пролетов или ферм, как это лучше назвать? В ближайшее время, день-два, поступят еще три полуфермы, которые, опять же, будут соединяться на стапеле и потом поставляться к месту монтажа. Спасибо большое. А что касается той путевой структуры, которая ближе всего к завершению, я имею в виду легкую транспортную линию, что вы можете рассказать о ее степени готовности? Готовность у нее тоже уже достаточно высока. Значит, сварены металлоконструкции путевой структуры. Значит, они... По всей длине? Так точно, по всей длине и готовятся к дальнейшему монтажу. Сейчас на нее будут наварены дополнительные усилители стыков. Путевая структура готовится к протяжке канатов, после чего она будет слоентирована на промежуточные опоры, которые уже установлены. В подтверждении слов Сергея Викторовича вы за моей спиной можете видеть, что рельсы струны уже дотянулись до второй анкерной опоры и уже все готово для того, чтобы их поднять и натянуть уже непосредственно саму струну внутри, которая и придаст необходимую прочность и прямолинейность всей конструкции. Также мы можем с вами увидеть, что на обратной линии уже установлены обе анкерные опоры. Это уже вторая, первая с той стороны. Ну и промежуточные высокие опоры уже также здесь, но что о них говорить? Лучше увидеть, давайте пройдемся к ним. За моей спиной вы видите уже смонтированные две высокие промежуточные опоры второй или легкой линии Skyway. Вы уже знаете, что и Unibike и Univus готовы, поэтому ничто не мешает. Буквально, я не знаю, в ближайшее время начать испытания и путевой структуры, и подвижного состава Skyway. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.defissystems.com. Поддерживайте наш проект, ибо финишная прямая уже видна. Строй Skyway! Спасай планету!